Такое количество людей с фотоаппаратами на Ратушной площади не всегда увидишь и в разгар туристического сезона. На этот раз здесь даже очереди выстроились, все ради того, чтобы сделать снимок с одной из моделей в платье из живых цветов. Невероятно красиво, но носить такое не так уж и просто. Настолько сложно, что даже не передать, когда ты уже часов 7 стоишь и ты не можешь, в принципе, особо двигаться и никуда сходить, то достаточно тяжело. Но я скажу, что впечатления очень классные, потому что на самом деле такое искусство и когда ты видишь себя в таком волшебном образе и с тобой просто все фотографируются, на самом деле ощущаешь себя какой-то там цветочной феей. Над каждым образом с 7 часов утра работала целая команда. Это платье достаточно хрупкая конструкция, на которую сверху прикрепляли сотни лепестков, десятки цветов и даже мох, собранных кабернами. А эта работа итальянского флориста целая история из греческой мифологии об антромеде. Дизайнер Виорико Нисторико говорит, что увидела богиню именно такой и потратила пару недель на исполнение задуманного. Правда, переживала, что конструкция не переживет перелет. Когда я этот каркас ставил в чемодан, я только слышала. Они ломались, но потом я его переделала. Он уже мягкий внутри, там уже провольки все, и бумага там, бумага с ПВА, делала скелет ее. А потом цветы дали мне на месте здесь, очень добрые. Все, спасибо вам всем, всем Эстонии, вы все такие хорошие. По прогнозу обещали дождь, но организаторы говорят, что они в буквальном смысле вымаливают хорошую погоду у природы. И как только участники выходят на сцену, выглядывает солнце. На этот раз все тоже было по плану. Погода баловала теплом, а участники не только сказочными платьями, но и порой зажигательными танцами. Ведь для жюри важна не только техника исполнения, но и то, какое впечатление в целом производит образ. Для меня важна, в первую очередь, та эмоция, которая у меня вызывает костюм. То есть, если я испытываю некую эйфорию, счастье и радость от засерцания, от выступления, от самого образа, то, конечно, это вызывает невероятное ощущение счастья, радости. И это, разумеется, отражается в оценках. Как модель представляет свой костюм, насколько много в образе цветов и как раскрыты достоинства каждого из них. В платьях нужно не просто стоять, в них должно быть удобно двигаться и даже танцевать. И это еще не все. У профессионального жюри свои требования. Каждым годом работа лучше становится. Технически лучше и идея тоже лучше. Мне нравится, если в работе есть одна ясная, конкретная идея, которая идет с одним идеем до конца, чтобы ничего не мешало главную идею. В том смысле мне понравилось больше всего три работы. Кстати, бессменный организатор цветочного бала, флорист Татьяна Тридворного, которая когда-то 20 лет назад просто решила притворить в жизнь детскую мечту о бале цветов, ни разу не была членом жюри. Но неизменно выбирает своего фаворита, который отправится с ней на виллу Ротшильда в Монако, участвовать в мероприятии «Симфония Лазурного берега». У меня был прямой эфир, нас даже смотрели в Колумбии, и все говорили, вау, что это, где это, откуда это. То есть я вот, знаете, я счастлива. Таллина Лилибаль – это то, что делает меня счастливой, я надеюсь, наших горожан и гостей нашего города. Ну а первый приз на этот раз получила итальянская команда с работой «Маргарита». С помощью красных гербер трех сортов и красных кустовых ризантем флорист Евгения Дурнеа создала, наверное, самый яркий образ этого бала, который еще до начала шоу был объектом пристального внимания. С таким страстным итальянским напором бороться было невозможно. Наталья Карасева и Николай Ломашко. Специально для ЭТВ+. Редактор субтитров А.Семкин